Доброе утро, уважаемые подписчики канала «Ленивая путешественница». Сегодня расскажем о территории отеля в Сиде, в Турции, в которой мы отдыхаем. Хани Гарден Ризотт 5 звезд, группа Примасол. Состоит он из двух частей. Вот одна часть, один корпус, одна часть, она ближе к морю. Потом по переходу можно перейти во вторую часть, где находится ресторан и подогреваемый бассейн. Посмотрим сегодня часть, в которой есть бассейн. Пройдем на территорию. Охрана здесь сидит. Небольшой спуск такой зеленый. Вот здесь информационный стенд с различными мероприятиями, такими легкими, там караоке, мини-диско, дартс. Здесь уже небольшой красивый мандариновый сад, про который я говорила. Лифт наверх, лестница на веранду, где можно выпить чашечку кофе. Здесь вот предлагаются услуги фотографа. Очень красиво. И идет дорожка к диску, который проходит не в ковидные времена. И посмотрим территорию дальше. Идем. Территория небольшая. Два отеля составляет 25 тысяч квадратных метров. Это очень мало для Турции. Обычный стандартный большой отель. Здесь бар у бассейна работает в сезон. Это 100 тысяч квадратов. Бассейн открытый. Ну, здесь в основном загорает и купается только, когда тепло или разогреется в крытом бассейне. И ныряет сюда в воду, потому что он не подогревается. Здесь раздевалки, души, лежаки. Все как положено. Смотрите, сколько пальм, красивых цветов. Здесь тоже есть мини-площадочка. Вот это вот все корпус отеля. Очень хорошие балконы. В отеле, кстати, очень хорошая шумоизоляция. Практически ничего не слышно, что в соседнем номере. Вот бассейн для деток. И вот такая маленькая детская здесь площадочка. С качельками. Посмотрите, травка зеленая. Забор так задекорирован красивыми деревьями. Урны раздельные. Все как положено. Качельки, корочки. Вон там детишки уже отдыхают. И двигаемся плавно к открытой веранде ресторана. Здесь какой-то огородик. Что-то растет. И ресторан. Ресторан там еще уже завтрак завершился до 10 часов. Но здесь вот люди еще питаются. Питаются, выкуривают сигаретку. Кошечки тут выпрашивают что-то. Ну, на этом обзор территории этой части. Вот даже тут, смотрите, плакат на немецком по корме кошака. Ну, и на Неме здесь обычно очень много отдыхают пенсионеров зимой немецких. Ну, в этом году Лагдан у них. И их мало. Один, наверное, процент. В основном отдыхают русские туристы. Больше никого. Вот на этом обзор мы завершим. Пока-пока.